Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Все вы знаете, что на днях не стала замечательной, гениальной абсолютно, сыгравшей более чем в 150 фильмах Нины Руслановой. Это замечательнейшая актриса. Это, еще раз повторюсь, те люди, которые... Просто это последний оплот морали и нравственности, понимания, что такое хорошо и что такое плохо. И когда ты смотришь, как уходят люди пачками вот такого порядка за последние два года, ты понимаешь, что... А кто, еще раз повторюсь, придет на смену? Нет. Таких больше нет. Понимаете, в чем дело? И это ужасно абсолютно. Это золотой фонд просто. Не просто кинематограф, а нашего общества. Друзья, насколько я был удивлен, когда я сегодня прочитал о том, что Следственный комитет проверит лечивших актрису врачей после сообщений дочери. Значит, если уж дочь обвиняет врачей в том, что они ненадлежащим образом лечили Нину Русланову, друзья, то что говорить об обычных людних среди статистических в больницах? Это же просто тогда фантастика какая-то. Нина Русланова, известная всем и каждому абсолютно. Еще раз говорю, игравшая с Савелем Крамеровым, с Куравлевым, с Высоцким. И ее ненадлежащим образом лечили в наше время. Ну, слушайте, тогда все заявления из больниц, из регионов, я склоняюсь к тому, что действительно это правда, когда люди говорят о том, что врачи вообще не обращают внимания. И эти госпитали превратились просто в непонятно что. Послушайте, что пишут. Следственный комитет объявил о начале проверки, после того, как дочь актрисы Нина Руслановой опубликовала пост, где обвинила лечивших ее мать медиков в халатности. По словам Олеси Рудаковой, дочь Нина Руслановой, инфаркт у ее матери произошел из-за того, что врачи взяли у Руслановой слишком много крови. Кроме того, именно в больнице артистка заболела вот этой страшной модной болезнью, как угодно говорите, содержательная часть, еще раз повторюсь, главное. То есть внутри больницы, именно в больнице она заболела, как заявляет дочь. Также Рудакова сообщила, что ей пришлось умолять врачей о том, чтобы те положили Нину Русланову в реанимацию. То есть они ее не переводили, говорит дочь. Фактически, у меня вопрос, Нину Русланову что, убили что ли? Понимаете, в чем дело? Ну как такое может быть? Вот человек в регионе где-то читает новость. Значит, врачи отнеслись вот так по заявлению дочери. Конечно, Следственный комитет разберется, установит и так далее. Но если мы вот берем за основу заявление дочери, человек читает, вот к Нине Руслановой так отнеслись. Какой вопрос возникает? А как ко мне отнесутся? Как собаку бешеную вообще выбросит? Вы просто понимаете, Нина Русланова, еще раз повторюсь, это всем известный человек. Или там вообще уже без разбора абсолютно. Как это понимать? Значит, по данным СМИ, следствие даст оценку действиям врачей и проверит их на неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей на фоне недобросовестного или небрежного отношения к ним. Актриса Нина Русланова умерла 21 ноября в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. После продолжительной болезни уже сразу пишут. Ну, у нее действительно были заболевания, но все-таки здесь мы говорим о том, что причина смерти важна. А дочь уверяет, что, так сказать, заразилась она уже в больнице. Широкую известность ей принесли роли в фильмах «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Не стряти в белых лебедей», «Берегите мужчин». Да их десятки, не сотни, но десятки фильмов. Друзья, конечно, это фантастика абсолютнейшая. Почему? Потому что, ну, как мне казалось, уж людей такого уровня лечат, ну, как следует, что называется, с самым-самым, что ни на есть, пристальным вниманием. Еще раз повторюсь. Но если таких людей лечат вот так, если дочь будет права, и окажется, что она права, то тогда у меня вообще просто большие вопросы к тому, как лечат обычных людей. Обычных, я имею в виду, не таких публичных, не таких известных, и так далее, и так далее. Потому что, когда я снимаю об этом, мне приходит очень много и писем, и в Инстаграм сообщений везде о том, что, да и в комментариях можно просто почитать, о том, что вот там, значит, в больнице, здесь в больнице, здесь там что происходило, здесь и так далее. И ты удивляешься и думаешь, ну, вроде как-то. И здесь, когда вот на таком примере, это вопрос. То же самое, как с Гаркальным сейчас. Гузеева его, так сказать, обвинила в том, что он там ей заявил, что у него все поддельное. А Фридленд, как написали его друг, говорит, что он прямо в больнице признался. Дочери позвонили, дочь говорит, я даже не знаю, были ли они друзьями, были ли они знакомы вообще. А он говорит, я его друг. Вот, понимаете. В уши вливают все, что угодно. Ушатый говна просто каждый час людям. И здесь то же самое. Нина Русланова. Действительно, я считаю, что, конечно, здорово, что Следственный комитет обратил внимание на пост дочери. Потому что, ну, опять-таки, друзья, а если бы это была не Нина Русланова, а если это, что называется, человек 75 лет, и дочь написала пост, обратили бы такое внимание? Не знаю. Не знаю. Потому что здесь ясно, дочь негодует. Как так? Моя мать сверхпопулярна. Она столько сделала для общества, для кинематографа. И вот такие вот были, вот так вот обращались с ней. Она фактически обвиняет врачей в халатности. И, естественно, Следственный комитет, конечно, обращает внимание. А сколько таких случаев, когда, значит, близкие не могут найти никакой правды, потому что их мать Нина Русланова? Сколько таких случаев? Сколько таких случаев, когда люди сидят с документами, читают, значит, заболевание в больнице, подозревают, что приобретено это, проштампованно, проставлено все, что нужно для больницы, чтобы не нести никакой ответственности. И сидят и понимают, что правды не найти. Идти некуда. Все. Остается только скорбеть, остается только глотать слезы от несправедливости. И правды не найти. Куда ни иди, куда ни пиши. Везде один приказ. Болезнь одна, причина смерти одна. Все. И люди боятся одного, попасть в больницу. Друзья, с вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, на котором мы с вами находимся сейчас. На резервный канал Будда Гришна. Лайв вместе мы силой. Считаешь, только таким путем мы можем добиться чего-то или обратить внимание на какую-то проблему. Только вместе, только с вами, только так, никак иначе. Присылайте ваши новости, ваши комментарии, ваши заметки в инстаграм мне. Будда Гришна, нижнее подчеркивание, единичка на латинице, на русском Будда Гришна. Три российских флага. Ну, собственно говоря, подписывайтесь, кому интересно. Да, друзья, ну дела, ну дела, ну времена настали. Всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok